Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про очень такую интимную и деликатную тему, про какие-то жизненные уроки, которые очень сильно изменили мою жизнь и которым, к сожалению, очень долго приходилось идти для их понимания, осознания и внутренних изменений внутри себя. Но я могу сказать, что тот человек, которым я стала, я стала именно благодаря принятию вот этих вот уроков. И я хотела бы открыть новую рубрику, в которой буду делиться своими мыслями и просто вместе с вами, так скажем, болтать, потому что очень хочется наладить какой-то более тесный контакт с вами и поговорить без цензуры. Хотя это очень сложно, когда ты ведешь хотя бы хоть сколько-нибудь публичную жизнь, но я постараюсь, по крайней мере, очень. Самые главные, наверное, уроки, которые я выделила, это научиться говорить, научиться говорить с самим собой, научиться говорить с другими людьми и научиться говорить слово «нет». Это самое важное, что я хотела бы усвоить, наверное, на корню и, может быть, даже чуточку раньше, чтобы жизнь складывалась чуточку легче, но на то мы и люди, чтобы жизненный опыт перенимать, понимать, переваривать и делать выводы и как-то качественнее и лучше, чтобы наша жизнь становилась. Первый и, наверное, самый важный урок, который я получила где-то в возрасте, около чуть больше 23 лет, это научиться честно говорить с самой собой. Я понимаю, что это звучит максимально поверхностно, но я расскажу вам свою историю. Я уехала одна типа на ретрит в Индию, и там смысл был не в каком-то просветленческой деятельности, а просто в том, что я уехала туда одна, я уехала в довольно удаленную от всех тусовок часть, это называется Керала. Там я занималась йогой, массажами, читала книжки, ходила к океану, но не общалась вообще ни с кем по-русски и практически ни с кем по-английски. Я очень рано ложилась спать, и получается, я две недели была не то чтобы взаперти с самой собой, а я с собой познакомилась. И для меня это было невероятное открытие, потому что я, если честно, никогда даже не задумывалась, что можно честно, без каких-то воспитанческих норм, я попробую объясниться, вот на нас накладывают какие-то социальные рамки с самого детства, воспитание, как мы должны мыслить. Нас вкладывают какие-то свои ожидания родители, знакомые, школы, учителя и так далее. И естественно, ты по этим нормам морали как бы и правилам жизненным двигаешься. И никогда, собственно, и не задаешься вопросом, мог ли бы ты, не знаю, как-то по-другому двигаться по жизни. Естественно, в 23 года я уже как бы отучилась и в универе, и в школе и так далее, и уже кучу курсов всяких проходила. Но вот так сложилось, что когда я была маленькой, меня толком не спрашивали, чем бы я хотела заниматься. Из кружков меня просто отдавали на всё. Я играла на гитаре, я ходила на математику, на подготовку, смотрится, считала и так далее, на волейбол. Ходила в театре, училась лет 5, наверное, тоже, за что, кстати, спасибо. Но вот так, чтобы меня научили выбирать с самого детства, что хочу я, к сожалению, такого не было. И я помню, у меня есть подружка, с которой я однажды ездила в магазин, у неё есть двое ребятишек небольших, и она так интересно их воспитывала. Я не знаю, может, она где-то поглядела это правильно. В общем, у неё дети могут в магазине брать всё, что они хотят, но одно. И смысл в том, как я наблюдала за детьми, они вот возьмут какую-то игрушку или конфетку, или, я не знаю, раскраску, и ходят с ней по магазинам, пока не увидят что-то более лучшее. И в этот момент они принимают решение, что они хотят там оставить действительно конфетку или раскраску. Это на самом деле с детства учат делать какой-то выбор, а его никто не будет делать за вас по жизни. И это нужно принять. И когда я это поняла, у меня на самом деле очень сильно изменилось формат вообще жизни. То есть я всегда на себя накладывала те же ожидания, что в меня вложили. Я никого не обвиняю, я обожаю своих родителей, своё воспитание, и я рада, где я сейчас нахожусь. Это тоже всё благодаря им. Но сам факт того, что я не знала, как я хочу жить, это для меня было открытием в довольно большом возрасте. И было прекрасно первый раз поговорить с собой. Типа, а что если не бояться? А что если просто скажи, что тебе нравится делать? Что для тебя есть отдушина? Чем бы ты занималась бесплатно? Как бы ты видела, захотела бы увидеть свою жизнь через 5 лет? Все эти вопросы задавать себе, пока вы не научились настраивать контакт с собой, на самом деле, мне кажется, по большей части бесполезно, потому что вы опять-таки будете накладывать чужие рамки, ожидания и факторы какие-то, если вы уже на какой-то карьерной лестнице находитесь. Не давайте никому на себе ездить. Помните, что у вас есть собственные границы. Помните, что в первую очередь у вас есть вы. И начать нужно с того, чтобы вы себя начали слышать. Ограничьте, я не знаю, возможно, себя на день от гаджетов, от каких-то ненужных ресурсов. Постарайтесь, не знаю, побыть наедине с собой хотя бы день или хотя бы несколько часов просто прогуляться где-то вдали от дома. Может быть, у вас есть какое-то свое место силы, как у меня, куда я прихожу гулять или почитать. И попробуйте задать себе какие-то важные, коренные, жизненные вопросы, которые мы почему-то всегда запираем себе кирпичиками. Мы знаем, какие вопросы себе нужно задать. Мы знаем, куда мы хотим идти. Но из-за внешних факторов, например, обязательств каких-то или еще чего-то не успеваем. Слишком много вообще проблем, задачи, все надо решать. Еще один вопрос. О нет, какой-то стресс начинается. Надо распаковать эти кирпичики, раздолбить киркой эту бетонную стену и начать думать более глобально, вспомнить, что хотел ваш ребенок внутренний когда-то, к чему вы шли, потому что если мы не будем его радовать, если мы, знаете, вот у нас была мечта всей жизни, конечная цель какая-то, и мы делаем по жизни кучу-кучу таких непонятных вообще каких-то движений, всем постараемся угодить, всем стараемся помочь, но себя, про себя мы забываем. И в итоге, несмотря на то, сколько вы всего за жизнь делаете, как бы кому вы не помогаете, вы так к конечной точке не придете, поэтому иногда надо прочистить свои мозги, прям вот абстрагироваться ото всех «но», ото всех страхов и подумать о том, о чем вы мечтали и что вы сейчас можете сделать, какие маленькие шажочки для того, чтобы себя порадовать. Второй этап мой был как раз после этого, это научиться говорить «нет» другим людям, когда это против вашей воли, против ваших желаний, возможностей, и мы очень часто свои желания задвигаем в пользу чьих-то других. Но это на самом деле самое, наверное, важное правило, которое стоит вообще, в принципе, принять в жизни, что для начала нужно обслужить себя, потом всех остальных, неважно, дети у вас, мужья, еще что-то. Это как представить аналогию, когда мы летим в самолете и кислородную маску нужно надеть сначала на себя, потом на ребенка. Это лишь не потому, что вы его меньше любите происходит, а потому что вы не сможете обслужить никого, если вы, ну как бы, не выживете, да? И здесь все то же самое. Мы исходим из ресурса. У меня сейчас есть отношения какие-то, и у меня много, на самом деле, аналогий, примеров каких-то, о которых я могу поговорить, но, наверное, из самых последних я болела коронавирусом. И до того, как я заболела, во мне, ну на самом деле, сейчас так бушевало много и энергии, и силы. Я всегда раньше думала, откуда люди находят столько энергии и сил, что они за день столько успевают. Я могу сказать, что я как-то неимоверно много успевала работать. Я успевала браться за разные проекты в разных направлениях вообще абсолютно, от обученческих каких-то, и продолжала сама учиться, и тянула рабочие какие-то проекты, и заработок стараюсь свой увеличивать каждый месяц в геометрической прогрессии, потому что у меня есть какие-то цели, амбиции. И при этом дома я все убирала, я готовила с утра, там, до вечера условно. Я всегда была на связи, всегда коммуникабельна, с хорошим настроением, отвечала и так далее. И потом очень резко все изменилось, когда я заболела. Первую неделю я тянула на себе все как танк, да, и ты еще по старой памяти думаешь, ну не может быть, что у тебя нет сил, не может быть, что у тебя нет желания. Ты должен, ты должен, ты никому ничего вообще в принципе не должен, если у тебя нет ресурса, потому что ты берешь его из ниоткуда, и вот этот долг жизненный, он, к сожалению, как бы его очень сложно восполнить и вернуть, и ты делаешь только хуже. И я этим уроком сейчас стараюсь научиться, потому что вот это вот переть как танк, это моя натура. Я максималист, но во мне как-то уживается довольно, мне кажется, сильный мужик такой амбициозный, решалый, и девочка-девочка, которую нужно защищать, оберегать, и вот какой-то баланс внутренний иметь. У меня была такая ситуация, что все вокруг воспринимали вообще в принципе раньше, как данность, я не умела говорить нет, но это для людей такая удобная позиция. Для ваших друзей, для ваших родителей, для ваших сотрудников или коллег, это просто ну как бы отлично. Я всегда подойду, и за меня всегда решат вопросы. Я всегда всем помогала на работе, откладывая свои дела, и потом перерабатывала, сидела до ночи просто, чтобы сделать. Наверное, потому что есть какой-то синдром хорошей девочки, и очень хотелось помочь. Я это делаю искренне, я не говорю вам бросать всех и вся, и всем говорить нет. Конечно, нужно выбирать приоритеты и помнить всегда про себя. Банальный пример, когда вы идете и протестуете против себя, у меня есть близкий человек, который мне однажды звонит, когда я на работе, зная, что я не откажу, и говорит, ну вот я что-то вот, не надо, чтобы ты за мной приехала, это другой конец Москвы, прям противоположный, ну и довезла меня там вот туда-то, я там подпишу бумажку, потом отвезешь меня на место, и я как бы за рулем, соответственно, я говорю, я на работе, ну сегодня надо. И я вот понимаю, что я как бы отпрашиваюсь с работы, еду, потому что хочу помочь человеку, ну типа в трудной ситуации, хотя есть такси, и как бы никакой патовой ситуации, которую решить без меня не могут, тоже не случилось. И я как бы еду туда, у меня все внутри просто гудит от недовольства, да, от того, что я иду против себя. Мне здесь вот конкретно нужно отказать, это вообще неуместно просить человеку уехать с работы в такой ситуации, как бы человек выше ставит свои интересы против, ну над моими, и уже перестают уважать чужие границы. А всегда кажется, что раз ты, других людей уважают, что и тебя будут. Нет, вообще нет, забудьте про эту историю. Это все на самом деле как раз таки обычно бывает наоборот. Нужно поэтому учиться выстраивать границы, говорить с другими людьми, учиться тоже прямо. Почему нет? И знаете, в какой-то момент, когда вы скажете, у меня вот это, 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 ваши уверенные слова будут весомым аргументом. Потому что пока вы считаете, что чужие интересы выше ваших, то другие люди считают точно так же. И, соответственно, я помню, что я сделала то, что меня попросили, я уже там еду обратно домой, и я понимаю, что из-за того, что я киплю внутри, вот у меня всегда происходит вокруг какие-то мрачные события. Я попадаю в аварию, и в аварию я попадаю как бы не сама врезаюсь, в меня въезжает другая машина, как бы, ну, я совершаю маневр, но человек не успевает затормозить, так скажем. И мне очиркает зад, я такая на каблучищах раньше вот это вот все ходила. Короткая юбка, блондинка, я выхожу, там просто дичайшая пробка, час пик, на меня все смотрят, мне так неловко, что я вот, ну, все такие на меня смотрят, ну, типа блондинка и улыбаются. И я понимаю, что я как бы всегда могу над собой поржать, у меня нет комплексов, то есть с друзьями в своей тусовке, атмосфере я абсолютно нормально могу говорить там и так далее. Вот это вот неудобство, показаться дурой не хотелось, и, в принципе, стоять там, тратить свое время. И я просто, да, это моя первая машина, моя первая авария, вообще моя первая ситуация. И я просто, чтобы разъехаться с человеком, говорю, может, мы так поедем, как бы мне окей, вот это вот, я не хочу разбираться. Такой, ну, вы мне денег дайте, и я, типа, поеду. Я такая, как бы, вы вообще-то в меня уехали, ну, типа, кто сзади, тот и не прав. И он такой, ну, я по-другому разъезжаться не буду. Ну, не буду, я достаю пять тысяч, отдаю ему, приезжаю, там дальше я еду на работу, куда-то уже в другое место. И мне говорят, чувак, не работайте. Ну, типа, что случилось? Что-то случилось, у тебя машина коснута. Я говорю, ну, я вот в аварию пополоню. И все мне хором мужики, почему ты мне не позвонила? И в этот момент я понимаю, что я даже не позвонила бывшему мужу. Я вообще не умею просить, я не умею жаловаться, я не умею коммуницировать, дискутировать, спрашивать. Раньше такая пометка. Я говорю, что это было еще как раз-таки до того, как я завела YouTube. И, соответственно, это было вот за несколько лет. У меня такой прям произошел переломный момент становления себя собой. Я из какой-то маленькой девочки, такой более нежной, что ли, превратилась в полноценную женщину и человека, который уже понимает свои границы, собственно, выращенные. Я не хочу быть больше ни для кого удобной. Я такая, какая я есть. И я знаю, что я хороший человек. Я знаю, что я всегда помогу, если этого требует ситуация. Но если мне нужна в этот момент помощь, я также могу сама о себе позаботиться, так скажем, оградить себя хотя бы от ненужных каких-то дел. Да, мне это сложно дается, но люди не должны пользоваться вами, когда у вас нету сил. И чем ярче вы сможете объяснить без там пафоса какого-то или наездов, тем следующий человек задумается. Вот, наверное, там Алина тоже устала. Наверное, как бы Алина тоже человек, не киборг, и всё успевать невозможно. Пока вы это людям не покажете, никто не понимает. Очень много интересных инсайтов я для себя почерпнула ещё в прошлом месяце, когда поняла такой очень забавный момент на тему того, что мужской мозг всё-таки устроен по-другому, что мне нужно научиться кое-что делать, если я вообще хочу нормальных отношений. Мне бы, наверное, очень пригодились в принципе вот эти советы, что ты никому ничего не должен, потому что ожидания, естественно, у человека вот такие же, как ты вначале, ты такой сильный, и ты всё успеваешь, и приготовил поесть, ещё что-то. А потом лёг, лежишь, через неделю после короны, я поняла, что я просто совершила гигантскую ошибку, что я продолжала двигаться, что-то делать. Я просто весь свой ресурс исчерпала. Естественно, меня смотрели, как типа, ну, как бы, а поесть приготовить? Ну, как бы, а там убрать что-то? А ты лежишь и понимаешь, что тебе обидно от того, что люди вокруг не понимают, что тебе плохо, потому что ты не умеешь показывать, ты не умеешь говорить ртом с другими людьми. Это очень важный урок. Так вот, иногда, наверное, людей нужно немножко ставить на место, что ли, когда люди начинают вами пользоваться. И они делают это не со зла. Это очень важно прояснить. Просто потому, что они привыкли, что для вас это норма. Для вас это не составляет никакой сложности. Вы же никому не показываете. Из ресурсов вы это делаете, не из ресурсов. Вы хотите сделать как лучше. Но когда люди вокруг начинают к этому привыкать, к сожалению, потом образуются некоторые проблемы. Поэтому старайтесь никогда не ущемлять свое собственное «я», если вы знаете, что вы можете сделать что-то для себя. В первую очередь, если вы знаете, что вы не из ресурсов сейчас будете доставать, я не знаю, приготовить, вечером поесть. Я понимаю, что довольно-таки непрактичные, наверное, советы, когда у тебя большая семья. Но иногда действительно стоит либо заказать покушать, либо попросить кого-то из домочадцев вас подменить. Потому что люди будут привыкать, и вы будете как лошадь все на себе, всю жизнь тащить. Плохо от этого будет только вам, ну как бы никому другому. И забавно, что помимо того, что мы должны научиться говорить слово «нет», мы должны научиться коммуницировать с другими людьми. Например, я вообще не умею просить, я не умею как бы говорить иногда о своих чувствах, то есть там с подружками как-то уже более или менее этот контакт снова налажен, потому что в какой-то момент я прям скорлупку свою закрылась. Но коммуницировать с другими людьми и объяснять им, что вам нужно, что вы хотите, выстраивать свои границы, это какой-то невероятнейший навык, который тоже поможет вам вообще существовать, понимая, куда вы идете. Вы не будете подменять свои желания чужими желаниями, ведь мы с подросткового или с детского возраста просто принимая чужую позицию, привыкаем жить так, как живет кто-то другой. Также мы подстраиваемся потом в семье, там с мужем, с детьми и так далее. И это прекрасно, но нужно видеть, где есть вы, чтобы там себя не потерять окончательно или чтобы идти куда-то дальше. Ведь вы тоже там амбициозный человек, у вас тоже есть желание, вы тоже хотите куда-то расти, вы можете просто забыть, что вы всю жизнь мечтали что-то сделать, не знаю, прыгнуть с парашютом, заниматься английским языком. и возможно у вас просто в быту уже не находится времени на всякие вот эти вот свои, так скажем, шалости. Это все потом, на потом, на потом, на потом откладывается. Но это время можно высвободить, если хотя бы попробовать чуточку изменить свою жизнь и не тащить постоянно все на себе. Мне кажется, это вообще проблема женщин в постсоветском пространстве. И на самом деле и в советском пространстве тоже. То есть нас так просто воспитали, что мы должны делать все и там успевать, и там успевать. На самом деле, наверное, ни один человек так не выдержит. В паре должно быть двое. Каждый может друг друга поддержать, помочь, неважно, вынести мусор. Но это нужно научиться проговаривать другим людям, чтобы они понимали, что вам это нужно. Вынеси мусор, там еще что-то. В общем, учиться коммуницировать, учиться просить и учиться объяснять, что у вас тоже есть свои желания, амбиции, к которым вы хотите двигаться, поэтому вам нужна помощь. Вот, наверное, три самых главных урока, которые я вывела. Это научиться говорить честно с собой. У меня на самом деле много таких наподумать, напоболтать с вами. И на основании прошлых моих взаимоотношений я понимаю, например, что если бы я научилась спросить, возможно, бывшего мужа где-то мне там помочь, может быть, у нас там по-другому бы складывались отношения, ни в коем случае уже не лезу, не жалею вообще о каких-то прошедших событиях, но на то мы и люди, на то у меня есть мозг, чтобы анализировать какие-то данности и понимать, где можно что-то корректировать, чтобы улучшить свою жизнь и не наступать на те же грабли и ошибки, что были ранее. Напишите внизу, как вам эта рубрика, вообще интересно ли послушать мои рассуждения на тему, какие вы для себя почерпнули уроки за всю жизнь. Я желаю всем хорошего настроения, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok